В предыдущем видео мы поговорили о том, как хранить приватный ключ. Сегодня обсудим безопасное хранение паролей от личных кабинетов и электронной почты. Во-первых, используйте сервисы по генерации сложных паролей. Для взлома почтовых ящиков мошенники используют простые алгоритмы. Мы рекомендуем вам пользоваться сервисами автоматической генерации паролей. Во-вторых, не используйте значимые имена и даты. Мошенники легко подбирают подобные пароли. Вот несколько лайфхаков, которые помогут создать пароль. Используйте в качестве пароля профессиональные термины, малоизвестные широкой аудитории, и попробуйте усложнить их. Слова «палатализация заднеязычных» можно превратить в такой пароль. Используйте неочевидные даты. Например, дату вашей первой встречи с домашним животным. Как сохранить пароль? После того, как вы придумали хорошие и сложные пароли для самых важных аккаунтов, их нужно сохранить. Пароль должен быть сохранен в нескольких местах. Если вы храните пароль на носителе, подключенном к интернету, хакеры могут этим воспользоваться. Куда лучше хранить пароли с помощью специальных приложений-хранилищ. Они работают как сейв. Чтобы получить доступ к хранилищу со всеми паролями, пользователю нужно ввести мастер-пароль. Рекомендуем выбрать один из этих пяти сервисов. LastPass, Dashlane, Zoho Vault, Sticky Password, KeyPass.